Здравствуйте, это Свободная Пресса. Меня зовут Юлия Демина. И сегодня нам несказанно повезло. У нас в гостях легенда отечественной поп-музыки. Музыкант, певец, отец, семьянин, человек с очень и очень активной гражданской позицией Виктор Салтыков. Виктор Владимирович, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам. Я очень рада вас видеть. Ну что ж, давайте обсудим с вами последние новости. И у меня к вам будет такой вопрос. Я прямо в начале программы задам этот вопрос. Как вы относитесь к военно-спецоперации? И как вы восприняли новости о частичной мобилизации? Тяжелый вопрос на самом деле. Потому что однозначно ответить нельзя. Те ощущения, которые... Я в 6 утра проснулся, такой был момент, что я включил телевизор. И увидел, что сидит Владимир Владимирович Путин и говорит. Я подумал, что до этого я видел, как он говорит так же. Но это был разговор о том, что... Донецк, Донбасс. И тут примерно такая же картинка, но только совсем по-другому. С другим взглядом, достаточно агрессивно. Он это все говорил. Поэтому, понимаете, был некий шок. Потому что я ожидать этого не ожидал. Я не думал, что так произойдет на самом деле. Хотя, как... Вы сейчас говорите про 24 февраля. 24 февраля, да. До этого по поводу референдума, там... А не референдум, был разговор о признании республик, да. А до этого, как бы... И мне показалось, что картинки очень похожи были. Я с утра просто не понял вначале. А потом было понятно, что что-то другое совсем. Никодон сказал, что военной операции... Для меня это, конечно, было... Я не мог полдня этого переварить. Начал анализировать, что, почему, как. И мне стали все звонить. И это, естественно, для многих была... Такая хорошая терапия. Неожиданная причем. Люди не могли все придумать или ожидать. Но вот этого точно нет. Наверное. Как бы никто не предупредил, как всегда. Никто не оповестил заранее. Хотя к этому все шло. Там логически все получалось. Ты понимаешь, что это будет более серьезное. Я не думал, что это дойдет до такой степени, что начнут там стрелять и по Киеву, и туда, и дальше. Все это... Сохватать практически всю Украину. Это был, конечно, неприятный момент. Хотя я понимал, почему-то все произошло. Потому что, в принципе, я на протяжении этих восьми даже больше лет я очень гастролировал много. Я ездил много на Украину. И потом эта дорога была закрыта. И в один из... Где-то буквально в 19-м году я был на Украине около трех раз. А на четвертый раз меня уже не пустили. Как раз Порошенко явил военное положение. Так получилось, что мы летели через Минск. Пришлось вернуться обратно. То есть я тогда понял, что дело серьезное и что-то там у нас не ладится с Украиной никак. Потому что в моих глазах происходило вот все, что я видел. То есть я понимал, почему. То есть откуда прошла провокация. Потом я долго анализировал, почему это произошло. Вот почему произошло. Потому что я сказал дома всем. Допрыгались. То есть я имел в виду Украину. Допрыгались, потому что вот это постоянное нагнетание. Ну короче, если честно сказать, вот Украина нас предала. Вот это мое мнение. Они в какой-то момент нас просто предали. То, что такая реакция произошла в связи с специальной военной операцией, я думаю, что будет гораздо все иначе. И мы сможем когда-то договориться каким-то образом. Не получалось. То есть целенаправленно. Сегодня я понимаю, что в принципе это целенаправленная такая была позиция уже украинских властей. Вот это воспитание ненависти к русским. Это было видно. Я считаю, что это... Вот когда вы гастролировали, вы что-то такое наблюдали? Вот вы уже много гастролировали. В быту это не наблюдалось, но уже сквозь бровь смотрели все равно. Уже вот как-то люди смотрели свысока. То есть были такие моменты, я просто общался в тех кругах, где люди непростые, достаточно сложные. Олигархи, какие-то достаточно бизнесмены украинские. Люди с такой странной... У нас тоже непростые олигархи. Я вообще считаю, олигархат это вообще бред. Во всех странах. Слово олигарх для меня, это вызывает аллергию. Ну, если бы эти люди были заслужены олигархами, да, как, допустим, Стив Джобс. Те люди, которые что-то созидают, продают, а не просто люди, которые понахапали денег, извините, сражения, на развали стран. Украина когда обогатилась? Тогда, когда обогатились олигархи российские, разделились, когда нефть прелась рекой, когда деньги стали... Когда нефть воровалась, она до сих пор воруется. Нигде проблема. И я просто не люблю олигархов вообще как таковых. У меня слово олигархи, говорю, это что-то ругательное слово. Потому что, если... Я понимаю, бизнесмены, менеджеры всевозможные, есть люди талантливые, а здесь совсем так по-другому. Люди просто захватывали нечестным путем все, что было нажито советским государством в свое время. Я считаю, просто вот этот дележ произошел, потом все деньги, которые не шли не в страну, они шли на яхты, на какое-то совершенно непонятное вещи. Вот сегодня мы пожинаем плоды этого. И вот эта военная операция, частично, мне кажется, это какой-то... Мне сначала показалось, как будто опять же дележ. Идет какой-то момент, где лежат денег. А страдают люди? Страдают простые люди. И потом решается, совершенно не спрашивая, внизу не спрашивают, что делать, ребята, нам. Как правительство могло бы, или как, допустим, семья коллегиально собираются, что делать с детьми. Собираются папа, мама и все остальные. Говорят, ну что, дети, как будем жить? Такого нет. Никто не сказал народу, ребята, вы готовы вот к этому? Вы готовы вот к этому? Этого не произошло. Естественно, мы сегодня видим на самом деле, что происходит. И вот, во-первых, за эти там 30 лет Украина, это само собой, это предатели определенного. Их просто так вот постоянно меняли и постоянно накачивали. Совершенно относясь к прошлому вот так, скептически, пытаясь молодежь научить, говоришь, что советский строй это было вообще что-то плохое. Я считаю, что это было не так всегда. Все хорошее, что можно было взять из Советского Союза, это, извините за выражение, плохое слово, но похерили. Понимаете? И еще наускивали, что это в те годы все плохо жили, что это было что-то такое чуть ли не фашистовое, такая была страна. Ребята, я еще раз говорю, не надо гнать на Советский Союз. У меня есть возможность это сказать всем детям, всем родственникам, ой, всем подросткам, всем молодым, среднему поколению, что, ребята, Советский Союз это была большая, великая страна. Нам оставалось только чуть-чуть развесить елочные игрушки. Нужно было просто немножко что-то поменять. И, наверное, тот же Горбачев, когда происходила эта перестройка, надеялся на то, что это так аккуратно, плавно все произойдет, что страны не развалятся. Вернее, государство, которое сегодня государство называется, республик, не так не отвалится, и не начнется вот этого антагонизма страшного. Причем антагонизм идет не между стариками, а в основном идет молодое поколение и более взрослое поколение. Сейчас идет просто разлом в поколениях, посмотрите. Вот сейчас мобилизация. Люди побежали с корабля. Это государство. Даже если что-то, может быть, кто-то думает, что мы делаем неправильно, но извините, ты живешь на этой земле. Ты, человек, который здесь родился, здесь зарабатывал деньги, здесь становился, и вдруг ты не идешь защищать собственную землю. Совершенно очевидно, что в ближайшее время США, Европа, они не остановятся, и они также будут вооружать Украину до зубов. А зачем? И совершенно очевидно, что будут гибнуть люди. Наши люди. Для меня это, Украина, это моя родная, земля такая же была, потому что я вырос именно с Украины, у меня не было границ. И когда пошел вот этот дележ, Крым наш, Крым ваш, я всегда на это говорил, Крым, ребята, для меня до сих пор. Меня же не спросили, когда валили Советский Союз. Меня никто не спрашивал. Я бегал из угла в угол, когда Ельцин становился президентом нашей страны. Я понимал, что я тогда мальчишка еще практически, понимал, что это крах. Я же еще раз говорю, что Советский Союз это было единое, большое государство. Большим количеством разных национальностей, причем сплоченное. И вот эти все развалы, и вот эти отделения пошли. Это пошло разделение, просто масс, разделение. Стали воспитывать, естественно, привлекательность Соединенных Штатов, Европа была настолько сильна. Все пошло оттуда. И все мы думали, что там манна небесная, там здорово. Но когда мы туда поездили, посмотрели, чему-то научились, как декабристы, мы оттуда что-то несли. Поэтому и появились движения. Вот мы можем так жить. Да мы не можем так жить. Помимо того, что там происходило, и мы смотрели на это вот так вот, открыв глаза и рот, мы здесь ломали. Я понимаю, если бы мы разделились, как Европа. Есть Дания, Швеция, но у них есть Евросоюз. И они между собой, смотрите, там есть какой-то офис, центр, который руководит всеми этими государствами. А самый главный офис еще выше, в Соединенных Штатах Америки. Они так же назидают, и они так же пытаются изменить что-то. Невозможно людей, вот мне, я живу на протяжении, там, мне 60, в этом году, 5 лет. Я могу меняться, я старею, я меняю свой образ, я взрослею, мудрею, становлюсь глупее, неважно. Но за эти годы что-то я впитал, пока был молодым, мальчишкой, и Советский Союз, и советский строй для меня был. Не было такого количества, я же еще говорю, машин, каких-то украшений, чего-то, но все остальное уже было. Все остальное было. Главное, были отношения. Между людьми. Люди были достаточно добры. Да, разные были люди, но это было закрыто, это было нельзя. Но такой несвободы, как сегодня пишут, и пугают детей Советским Союзом. Ну, не было такого. Больше всего, конечно, пугают вообще отношения между республиками. конечно. И вот вы говорите, там, суверенный государь. Да, ради бога. Понимаете, очень трудно, легко поменять, очертить территорию. Причем, очертили легко. Ельцин поддатый, я не знаю, трезвый, он был пьяный, не подумав об этом. Они всем дали свободу. Это Беловежские соглашения, правильно? Насколько я помню. Они все подписали, дали свободу. Ребята, ну, давайте остаемся друзьями. Кто мешал друг другу жить вместе? СНГ создали, пытались что-то сделать. Но в конечном итоге кто-то влиял в другую сторону, мне кажется, влияли очень сильно. Знаете, вот мой вопрос, он как бы больше заключался, к чему это может привести? Это же может привести к полномасштабной войне, в конце концов, к ядерной катастрофе. Вот ваш вопрос по поводу того. Вот их снабжает, знаете, кто-то должен быть умнее. А кто? Может, смотрите, вот есть в ситуации, допустим, очень бытовое сравнение по жизни. Мужчина-женщина, развод, к примеру. Другая семья, мужчина-женщина, развод. Третья семья, мужчина-женщина, развод. У одних мужчина-женщина, развод. Прекрасно. Они развелись, у каждого своя судьба по-новому строится. Они друг другу как бы не мешают, они друг друга не провоцируют, не ругают, не скандаливают, не оставляют там. Все хорошо. У другой семьи все иначе. Она не дает ему жизни, а у третьей семьи он не дает. И вот идет вот эта война антагонизмов постоянно. И люди на протяжении десятилетий живут как кошка с собакой, понимаете? Мы до этого дошли. Те люди, которые, казалось бы, мы одной кровью, можно сказать. Что делать в этой ситуации? В этой ситуации просто не снабжать оружие. Ни того, ни другого. Сказать, ребята, сложили оружие все. и решать эти вопросы вот так же. Мы же говорим о том, чтобы люди не умирали. Понимаете? Понятно, что умирает с той стороны и понятно, что умирает с этой стороны. Это тупик. Для меня это тупик. Я бегал к своим друзьям, писал, когда многие за границей живут. Мне писали, что у вас там творится, что происходит. Я говорю, ребята, для меня это тупиковая ситуация. Просто так люди не остановятся. За эти там несколько, за полгода ненависть. Посмотрите, что пишут, что несет украинская служба всяких новостей, да, или украинские СМИ. Что наша? Ненависть. Нашла нам ненависть. Понимаете? Это страшнейший взрыв происходит. Здесь даже дело не в политике уже. Дело не в политике. Понятно, что американцы теперь тоже не остановятся. Коса на камень. Понимаете? И в этом и выход очень странный. Или вы продолжаете это до победного какого-то конца. кто-то должен побеждать. С огромными потерями. Еще с какими. Понимаете? Дело в том, что любая жизнь мы у нас хирургов, мы растили, врачей, да, заканчивают, лечат. Одного больного рак вырезают, сердце восстанавливают. Это одного человека. За его жизнь борется. А тут массами просто убивают. За бесплатно. Просто так. Понимаете? И виноваты это только не только мы. Виноваты. Там, в первую очередь. И с этой стороны. Здесь только один должен быть встать и остановиться. И там должны сложить оружие. И вот это да мы вас до победного конца. Да сейчас, если бы кто-то хотел, я так считаю. Может, я пацифист по жизни. Может, это нелепо, может, это глупо. Но продолжать это еще хуже. Это еще больше смертей, больше людей, которые погибли. Ребята, возьмите за голову, возьмите за сердце. В конце концов, это очень важно сделать. У вас у всех дети. И стой с этой стороны. Здесь же проблема не территорий, я уже считаю. Здесь проблема идеологии. Здесь проблема идеологии. Это страшнее. Территорию там, вот там мы взяли, эту отрезали, там отрезали. За эти там 30 лет раскола, скажем так, развода, да, Украины, России. Посмотрите, сколько изменилось. Изменилось очень много. Ну, надо, значит, было жить параллельно, как-то уметь это делать. Я не знаю, что послужило причиной. Мне не нравится, как себя вели украинцы. Мне очень не нравилось. Всевозможные. Я не хочу даже на личность переходить, ну, там, Арестовичи, Гордоны, вся вот эта вот, Порошенко, Янукович, понимаешь, больше даже эти, Яценюк. Ну, я, когда у них произошел переворот, на самом деле, это тоже переворот, как и для Путина. Это переворот. Им надо было досидеть там 6 месяцев. И сколько там оставалось до выборов. И спокойно сделать. Они не терпели. Значит, кто-то их подталкивал. И заметьте, там, где американцы присутствуют, там всегда какая-то, я не против американцев, как таковых, или народа. Я против вот этого руководства, которое это делает. И это им нравится делать. Они постоянно подмывали чужими руками. И вот это они сделали. Они это подвели к этому. Не мы виноваты. Не Россия никак. Сейчас мы и фашисты, как нас только не называют, это хорошо, что ли? И мы тоже на них льем. Понимаете? И люди, посмотрите, какая ненависть идет со всех каналов. Наши солдаты на них, их солдаты на нас. Здесь идет просто ненависть. Да, изначально, вот когда только начиналась военная спецоперация, все говорили о том, что, ну, это займет буквально там несколько дней. А в итоге продолжается все уже 7 месяцев. Ну, я не знаю, как было. Значит, что-то было не... Если уж говорить из соображений... Если людей так притесняли, может быть, тогда почему они не сдаются? Ну, значит... Может быть, их... Ну, может быть, если бы они там не совсем там все устраивали, но, может быть, ситуация не так... Не так плохая. Знаете, в чем проблема? Мне кажется, люди настолько запутаны были на Украине по жизни. Я сколько ездил, там все время превосходили какие-то выборы. Там постоянно, начиная там с 2000 года, я приезжал, и та Украина, которая была в советское время, она совершенно поменялась. Там постоянно были какие-то выборы. Они постоянно возились с этим... Выборы перевыбывали. Тут Тимошенко, там Матвиенко, там... Тимошенко, Порошенко. Кого там только не было за эти строки. Я приезжал все время, и Украина стала все грязнее, грязнее. Раньше была гостеприимная, такая богатая совершенно республика. Понимаете? А в то время вот шел... Растеребан какой-то шел, и все. Так же было, как и у нас. Киев хорошо, Москва хорошо, области плохо. В принципе, это происходит. У них что, думаете, что-то изменилось? Нет, их все равно, естественно, поменяли людей. Они менялись. Потом влияние Запада на наших детей, оно же сильное. О чем мы говорим? Мы хотим сейчас здесь патриотов увидеть. Мы сами патриотическое воспитание забросили. Мы в школах запретили делать это. У нас ни военной подготовки нет. у нас никаких портретов военных не висит. Все, мы потеряли это. То же самое было и на Украине. А они еще больше переформатировались. Кто-то, нашлось несколько червячков в яблоке в этом, понимаете, с виду красивым на Украине, которые стали подтачивать это яблоко с другой стороны. Они стали что делать? Они потихонечку возводили на Пагестал бандеру. Потихоньку, медленно, красиво. И националистов там было много всегда, насколько я помню, с советских времен. Просто они были притушены при... И вот это меньшинство быстро испортило. Это, знаете, как в хорошую семью внедряется девушка, проститутка. Она ломает все устои семейной жизни. Вот здесь примерно то же самое. Вот эти люди, которые пришли туда и стали это подтачивать, они вот эту Украину изменили. У нас тоже в этот момент параллельно шло то же самое. Мы сейчас об этом говорим. Но параллельно это шло то же самое. Мы уничтожали внутри свою культуру. Мы внутри уничтожали память о той же Великой Отечественной войне. Ту же историю вообще коверкали. Потом количество разговоров о деньгах везде было. Деньги главное в судьбе человека сегодня. Деньги! Все! А какие настроения у артистов, у ваших друзей? Какие настроения присутствуют? Ну, всех по-разному. Многие по-разному. Одни отмалчиваются, сидят. Никто ничего не говорит. На эту тему-либо не пытаются вообще говорить. Есть истинные патриоты сегодняшней ситуации. Многие, кто знает Украину, ну, гонят на Украину. Кто более лояльный, молчат. Или говорят не очень так широко. Не стараются. Потом кто-то боится говорить, что-то на эту тему вообще. Есть разные. Кто-то патриотически достаточно поднимает знамен. Я вот сказать, что я так патриотически должен там на амбразуру, ну, может быть, и должен. Но дело в том, что я считаю, что мы сегодня потеряли ту часть молодежи, которая должна на амбразуру. К большому счету. Я все вижу сегодня, как это происходит. Это ужасно. Я не знаю, что надо кого-то кидать. Я сказал, самое лучшее для всего, для этой истории созданное. Это наивные мои рассуждения. Сложить оружие двум сторонам. Двум сторонам сложить оружие. Все. Как помню в Первом мировой. На два дня там сложили оружие. Тишина. Я не Жириновский и не буду тут кричать Царство Небесное. Но дело в том, что сложив оружие, мы можем сделать паузу и начать с белого листа. Понятно, что все захотят территории. Понимаете, когда делят территории, совершенно наплевать на людей. Но есть же на Украине люди, которые не хотят жить на Украине. Их много. Есть люди, которые не хотят жить в России. Не хотят жить в Донецке или Донбассе. Понимаете? И по большому счету тот же, я думаю, когда придет к власти Зеленский, это мое мнение, он все-таки урегулирует эту ситуацию каким-то образом. не знаю, насколько он мощный президент и насколько на него не влияют люди, а на него влияет, это видно. Он самостоятельно не может принимать решения. Вот на меня многие люди влияли в жизни, но если я психовал, я говорил, нет, мне абсолютно наплевать, что вы мне сейчас говорите. Я считаю, что делать надо вот так. Если бы он сделал вот так, если бы они с Путиным, на мой взгляд, как-то встретились, на кану... Я не знаю, ни Путин не хотел, ни Зеленский, это же было видно, ни тот, ни другой. Хотя Зеленский, мне казалось, он больше хочет. Не знаю, по каким причинам. Но Путина тоже прижимали, судя по всему. Сколько он ездил, разговаривал со всеми, с Макроном там смотрел, если верить прессе. Он со всеми разговаривал, с Байденом болтал. Значит, что-то там происходило не так. Я как-то доверяю нашему президенту при этом. Мы можем совершать ошибки, но я все равно у нас за эти годы не был другого президента. Ну а сколько у нас сегодня политзаключенных? Ну это же катастрофа. Ну вот вы, вы же сами защищали Николая Платошкина, поддерживали. Единственный, кто приходил к зданию суда, правильно? Ну я поддерживал. Знаете, почему? Я просто видел, насколько этот человек честный. Я бы не пошел защищать, честно скажу, Навального, например. Не пошел бы. Мы с ним не созвучны. Я не против Навального. То, что его посадили, это плохо. Я считаю, что вообще сажать людей за то, что они говорят, хотя иногда надо наказывать людей за оскорбление личности. Я бы больше сажал бы иногда у нас наверху людей, которые все возьмут в ток-шоу друг друга оскорбляли, как могли. Просто это уже рыба гнила. Гнилье началось оттуда. Понимаете? Когда Жильевский орал, оскорблял. Не хорошо говорить о человеке. Но, понимаете, я считаю, что это тоже было плохо. Это бескультурия человеческая. человек уже в любом ток-шоу эти унижали, этих, эти унижали, этих. И везде, во всем обществе так. У нас сегодня все телевидение такое. Самые рейтинговые программы какие? Как раз вот те, что... Мы маргинальную публику подняли со дна. Мы не подняли культурных людей. Полоскание белья в прямом эфире имеет самые высокие рейтинги. Так это потому, что люди, значит, уровень людей. Поэтому у нас и музыка такая. Поэтому у нас и публика сегодня слушает, извините за выражение, не певицы. Они не певицы. А вы думаете, что это запрос публики? Я думаю, что это запрос публики. Вы действительно думаете, как говорят, people have it. Правда? Я думаю, что уровень аудитории по сравнению с тем, как он был, никого не хочу обидеть. Никого сегодня, живущих на этой планете в России, не хочу никого обидеть. Но уровень упал, я не знаю, ниже плинтуса. А как вы себя при этом чувствуете? Вы же гастролируете, работаете, записываете песни, альбомы. Как вы себя чувствуете? Понимаете, я вижу разных людей. Я встречаю разных людей. Меня поражает в том, что везде упали уровни всего. Уровень образования, уровень культуры, уровень обычной вежливости человеческой. Понимаете, как говорится, из грязи в князь. Очень многие люди, не работая, заработали, поимели очень много денег. А невеждам деньги это вредно. Понимаете? То есть, вы в этом причину видите? Я вижу в этом. Я вижу... Не цены и деньги. Если бы... Да никто не против богатства человеческого. У меня много друзей, которые пашут всю жизнь и богатеют на том, что они делают. Они производят. Вы посмотрите сегодня. Мы ничего не производим. Сегодня даже армия, о которой мы говорим, где-то мы слабы оказались, судя по всему. Что же мы не изобретали? Роботов-солдат, там, допустим, каких-то... Мобильные телефоны. Да, мобильные телефоны, какие-то беспилотные аппараты. Что мы не изобретали? Можно было целую армию сделать за эти годы, за такие количество денег, которые у нас были в государстве. Можно было кучу ученых поднять. А вот талантливых людей у нас много. И они, как правило, все находятся где-то в низине. Понимаете? Потому что у нас у власти финансисты не мыслят деньгами. Нет, ну, нельзя. сказать, что... Нет, финансисты тоже не глупые люди. Люди, которые... У нас море предпринимателей, которые, в принципе, у нас, понимаете... Но для них главная задача прибыль. Они не умеют как-то, мне кажется, работать для перспективы. Ну, это тоже, мне кажется, просто об этом. Говорит примитивно о том, что прибыль, только деньги, важно. Понимаете? Деньги ради денег. Ну, что деньгами можно сделать? Дом же не построишь, без денег, правильно? Ну, можно из денег построить себе хибарку. Можно сделать там, из долларов выложить себе комнату. Ну, и что дальше? Это же совсем не тот подход. Я имею в виду, что деньги сами по себе, они должны быть заслуженными. Понимаете? Если Мерседес продается за деньги, и он очень дорого стоит, да? Деньги, товар. Товар, деньги. Так это и Мерседес красивый. Понимаете? Туда люди вкладывают. Они вкладывают не только денежный эквивалент. Они вкладывают умение свое. Они учатся многие для этого, стараются, работают. А у нас это все время, в последнее время убивали. Мы это все время убивали. Все только грацевали, ходили, что вот у меня, вот я вот такой, у меня пять яхт там зарубили. Зачем? Но при этом мы не построили ни одной верфи по производству яхт. Мы что-нибудь построили за эти вот 30 лет там, после распада Советского Союза. Мы живем сегодня. Никому не давят свет вот этот, который горит? Этот свет построен, еще те электростанции того времени. Атомные электростанции, которыми гордимся мы, это советские электростанции. Что за эти годы, что-то новое мы сделали? Мы самолет, который был, начинали строить, 214-й, я помню, я же летал, я же знаю. 214-й ТУ, где он? Нету. 96-й ИЛ, нету. Запад нам сказал, что у нас плохие моторы. Я помню всю эту историю. Я увлекался всей историей. Поэтому получается, что и мы только сейчас похватились. Владимир Владимирович сказал, ну мы свои будем самолеты строить. Что, надо было 30 лет ждать, как мы строили? Надо было параллельно все строить. У нас ни одного мобильного телефона своего нет. Ну стыдно за это. Ну вот, у нас своих гитар нету. Мы все стали покупать. Китайцы, за эти там 40 лет, они сделали такой скачок. И теперь мы все, как вот так. Мы везде унижены, понимаете? И в экономике. Мы непривлекательны. Поэтому и Украина хочет уйти. Поэтому и Казахстан не хочет с нами так вот сотрудничать. На больших вот хлебах, вот на этих нефтяных запасах. И плюс, наверное, сама риторика и речи наши, может быть, с людьми и с теми, как бы, малоразвивающимися экономиками. У нас внутри страны столько проблем. Но у вас есть ощущение, что... Вот я ездил на гастроли, Юля, извините. Я ездил на гастроли недавно, буквально там, до пандемии. Ну сейчас уже два года пандемии как два дня пробежало. Я ездил на гастроли. Вот я выходил на сцену и ездил не просто на какие-то корпоративные концерты или еще какие-то заказные. Нет. Я ехал конкретно на кассу, как говорят у нас. Я ехал и видел. Люди приходили. Так ДК заколоченные, ребят. Я привозил собственный свет. Мы-то что-то пытались сделать, чтобы людям было хоть как-то комфортно сидеть в этом зале. Валдай. Посмотрите, у нас вся Тверская губерния. Вот мы ехали там. Валдай, к примеру. Ну сам город Валдай. Ну, ребят, без слез не вспомнили. Там же Путин приезжает. Ну вот это вот не привлекало. Ну хотя бы кинули клич, как сейчас кидает этот клич. Давайте сделаем экотуризм. Экотуризм. Да его надо было делать 20 лет назад. 25. Надо было красивые домики строить. Давать возможность людям развивать эти регионы. Аккуратно следить за чистотой, за экологией. Лес не бросать. Как сегодня у нас все горит, мы не можем потушить лес. Вот в чем причина нашего всего. Ну, может быть, ментальность еще такая? Да нет. Вы в Беларуси бывали? Какая там чистота? Я про это же? А население бедно живет, но чистенько. Рыба гнил с головы. Да. Ничего не имею против. Ну, куда деньги уходили? Зин. Деньги куда уходили? Ну, я приезжал, стали ездить за границу. Дали возможность, как бы, за границу нас, как бы, тоже. Пожалуйста, давай. Мы пытались менять эту ментальность. Нам ее пытались менять. Но при этом часть людей, которые ментально пытались расти, они как-то более-менее все понимали. А часть людей просто спивалась, потому что регионы не развивались. Потому что не давали возможности этим регионам как-то нормально существовать. Да зачем далеко уже это? Я поехал, я говорю, поехал в Ленинградскую область, в Московскую область, на стыках вообще уже нету. Все плохо. Слава богу, хоть как-то дороги стали строить, это все делать. Я не знаю, как это можно было делать. Надо было, значит, все социалистическое аккуратненько превратить в более модернизированные вещи, как это сделали китайцы, как это все делалось. Почему мы не могли технологии развивать? У нас, понимаете, я помню, как я приезжал в Тольятти, а там всегда разборки. Делешь завода. Ну, я понимаю, там, можно же поделить там Мерлин Монро, красивая женщина, все на нее там западали, на красивую женщину там море мужчин, да? А тут заводик какой-то, Тольяттинский, ну, по сути, новый, господи. Сделать еще несколько заводов, тем более деньги лились рукой. Вот они решали там проблемы. Привлеките людей, которые в этом что-то понимают. Учитесь сами. Мы бы, если бы это делали, и ментальность бы менялась. Все бы ментальность. Мы детей бы приучили к труду, сейчас у нас детей отучили вообще трудиться. О, эксплуатация детского труда, я помню. С доски стереть. Папе пожалался, папа пришел, извините за выражение, морду бить учителю за то, что, оказывается, учитель унизил ребенка. Да это же... Это смешно. У меня сейчас Академия искусств есть, да, Домодедова? Люди разные. Я пытаюсь создать атмосферу семейную, чтобы люди туда шли, чтобы они были привлекательны, хотели быть у меня. А вот расскажите поподробнее про свою Академию. У нас там и балет, у нас там и музыка, и у нас такая достаточно семейная достаточно атмосфера. И люди все равно при этом разные. Да, они там платят какие-то деньги минимальные. меня просто пригласили этим заняться, и я попал в это, втянулся в это. Я и сам преподаю. Понимаете, там класс гитары, класс вокала, и театральная студия. У нас много что интересно. И к нам идут. Потому что создать... Если ты создаешь эти условия, вся страна будет в условиях. Понимаете? Я просто вот маленькое образование свое могу... Я даже могу похвастаться, что у нас, в принципе, все хорошо. У меня супруга там директорствует. У меня педагоги прекрасны. Прекрасны. Я им горжусь. И никто звезд с неба нет. И это не бизнес. Это не бизнес. Мы там иногда концы с концами можем сводить, но при этом когда дети выходят на сцену, когда ты видишь результат этого всего, ты, извините за рожение, кайфуешь. Поэтому и государство также надо было создавать. На маленьких примерах вот это должно происходить. А что касается войны, вот это для меня вообще катастрофа. Поэтому столько сейчас мнений. Эти диссиденты, эти убежали. Всех можно понять. По-человечески можно понять любого. Я понимаю Украину, я понимаю Россию. Самое главное в этой истории сложить оружие. Если мы будем продолжать в том же духе, я боюсь, что достанется всем. Достанется всем. А никто. Да, это как песочница. Игрушку отняли. А я тебе ногой эту вторую игрушку сломаю. А давайте вот так. Пока взрослый не мешается и не скажет ребята, хватит. Зачем нам эта драка? Вот эти убийства в школах, кстати. Пожалуйста. Это опять следствие того, что происходило в стране. Это же не убивает ни в другой стране. Ладно в Америке мы к этому привыкли на протяжении 45 лет, там 50, сколько я себя в сознании помню, американское. Там постоянно стреляли. Ваша дочь живет в Америке, старшая. Малиса. Живет, она уехала туда. И с пандемией так оттуда не уехала, не приехала до сих пор. Вышла замуж и там, ну, пока живет там. Ну и как? Ну, она стаскует очень сильно. Она говорит, папа, я хочу ехать, но пока там муж, там какие-то есть теперь свои, какие-то проблемки маленькие. Вот. И я боюсь, что она вернется все равно. Потому что она мне последний год, она постоянно, пап, я хочу домой, я хочу в Россию, я хочу в Россию. Ну, посмотрите, постоянно какие стрессы. А что касается вот русофобских настроений в Штатах? Там нету такого. Алиса, вообще такого нет. Вот такого прямо вот как, иногда, не так страшен чур, как его молют. Там им, во-первых, все равно. Они об Украине-то многие узнали только недавно. Они вообще, вот все, что касалось нашей зоны, Советского Союза, там, люди были так достаточно далеки. И я, когда туда приезжал, они очень хорошо, они умеют видеть нормальных людей, и здесь же жлобов. Они не любят жлобства. Вот иногда, что было обидно за нас, за русских, когда приезжали русские на любую территорию, и я наблюдал эти картины, пьянство, жлобство, буквально вот такого хамского отношения вообще в другой стране, в которую ты приехал. Вот это поведение наше. И люди достаточно культурные, смотрят на это непонятно. Мы очень сами характеризовали порой свою страну. Мы не силой показывали или там интеллектом. Когда интеллектуальные, интеллигентные люди приезжали, все имеют контакты, и было хорошо. Советский Союз в этом плане, мы были все-таки немножко закомплексованы, и люди приезжали всегда такие, были ну так вот. А тут с приходом диких, быстрых денег, многие просто приезжали, я говорю, из грязи в князи. И вели себя очень недостойно, и ведут себя порой недостойно. Понимаете? А люди немножко сделаны из другого теста. Поэтому мы привлекательность, которая должна была в стране быть, мы сами от себя отталкиваем людей. Мы перестали притягивать к себе. Очень задача государства притягивать. И наше бы государство притягивало добром, какими-то движениями, совершенно какими-то победами. Но вы понимаете, что сегодня, если мы говорим про современную молодежь, она не доверяет власти. Она не доверяет. И, наверное, на то есть какие-то свои основания. Я об этом сказал. Поэтому она не доверяет. У меня сын, сын сам растет. Он доверяет. Он Путин. Отлично. То есть, как бы, все зависит еще от семьи, естественно. Диссидентов было всегда у нас достаточно. Что в советское время? У нас власть всегда отрицали многие. Это тоже неправильная позиция. Знаете, у нас отрицают сегодня эти пропагандисты. Я, кстати, к этому отношусь несколько иначе. Совершенно умные есть люди. Но, опять же, даже на наших каналах Кузькина мать, что мы всех задавим, что мы всех убьем. Нет о свободе слова. Нет о свободе слова в России. Посмотрите, как работают суды. Наши суды можно назвать честными? Нет. Я считаю, что нет, потому что очень много куплено. Опять деньги во все виноваты. Вот какое будущее у страны без свободы слова, без честных судов? Ну, свободы слова нет. на Западе, так, поговорив, если положить руку на сердце, там все достаточно тоже жестко. Нам кажется, что там она есть. Люди там не вякают просто. Люди ментально за эти годы того европейского капитализма, там люди тоже, вы думаете, что в Америке, там разрешают заниматься шалостями. Это вот мое мнение. Что в Америке? Вот эти движения, ЛГБД, там какие-то, БГДД, вот это мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. О, хочешь? Ну, давай рок-музыка, хорошо. Это не мешает развиваться людям, которые выше, в плане политического там слоя, понимаете? Это наоборот хорошо. Чем бы дитя не тянуть, чтобы не плакала и не возмущалась. Там это тоже есть. Но там же тоже притесняют. Если что-то, люди выносят какую-то информацию. Там далеко не святые, поверьте мне. Просто это красивее. Просто это красивее. Мы просто немножко более по-варварски это делаем, скорее всего. Вот в этом вся проблема. Мы после распада Советского Союза, после распада, после большого количества школ, что было в Советском Союзе здорово. Школы. Мы унизили труд учителей. Мы унизили труд всего. Потом началась, я же помню, как в шоу-бизнесе началась просто катастрофическая как бы даже правильно сказать это вот где деньги? Дайте мне денег, я сниму красивое кино. Дайте мне денег, я раскручу кого угодно. Дайте мне денег. Деньги. Деньги, ребят. Деньги надо заработать. Поэтому сегодня у нас популярна тоже не хочу никого обидеть, Ольга Бузова, да, Ольга Бузова-миллионер. Ну вот такие, например, как Юль Началова, они были в тени. Ну она была обеспеченная нормально. Я считаю, что что такое Ольга Бузова, это тот же продукт, опять же, эта публика так подняла все. Вас не обижает, когда артист уходит и уже после смерти говорят, вот надо было ей народного дать, а вот мы не дали, а может быть вот дать. Вот вас это не обижает такое отношение. Вот Юрий Шатунов ушел, ой, надо было Юрию народного. А что же вот при жизни-то вы не дали? А что же при жизни-то? Есть такая некая клановость в нашей среде, понимаете? То же самое. Есть такая элитность какая-то. Вот эти есть такие, ой, это не музыка, это музыка, это вот так. Я то же самое не могу обидеть Ольгу Бузову. Но Ольга Бузова случайный человек в музыке. Нет, я просто говорю, то, что такой проект сегодня популярен. Ну, понимаете, есть море музыки, ну потому что это показывает. Сегодня люди живут там. Они не живут на земле. У меня сын живет в компьютере. Он ходит в школу. У меня все время на эту тему скандал. Они живут там, они живут виртуально. И Ольга Бузова это продукт с телевизора. Понимаете, любое... И сами вкусы, и сама подготовка народная, да, вот особенно молодежи, она упала. Потом мы все... И Ольга Бузова в первую очередь. Она повторяет все западные аналоги. Понимаете, мы тут все недружеские страны, но при этом мы все оттуда все лижем, так же одеваемся, так же губы накачиваем, так же все остальное показываем. Голос здесь не играет сейчас роли. Умеет она петь, не умеет. У меня далеко ходить не надо. У меня и супруга моя первая. Она тоже певица. Это вот как раз первый деградационный момент, когда люди, которые никакого отношения в принципе положа рук на сердце не имеют и не болеют этим, становились, и это на протяжении 25 лет происходило. Потому что фильтры все отсутствовали. Понимаете? У нас и с актерами такая же история. У нас хороших актеров куда-то подтоптали ниже. Есть много сегодня девушек-актрис. Их вот так море. И неплохие, и хорошие фильмы занимаем много. И дотации достаточно в кинематографе много. Но при этом к чему я, например, привык, я сравнил иногда тот же американское кино с нашим кино. И мне кажется, что что-то кого-то толкают, кому-то подталкивает. Понимаете, вот когда мы от этого денежной зависимости как бы избавимся, тогда может быть все несколько иначе. Потом люди, которые сидят на раскрутке всех артистов, я считаю, там продюсеров по пальцам пересчитают настоящих. Там нет Михалковых. Музыки точно. Там нет Кончаловских. Там нет таких глыб. Понимаете? Там нет Пугачева. Я была, когда Пугачева Алла Борисовна. Она делала рождественные встречи. Она выбирала, она какой-то фильтр пропускала. Понимаете? А сегодня этого нет. Сегодня очень многие люди от Сахи пришли. Нет, я не хочу сказать, что молодые есть не музыкальные, есть море коллективов хороших и прекрасных. Понимаете? Ну, у нас хороших почему-то того же Шевчука. Ну, вообще-то ДДТ почему-то это не любит его Путин. Странная картинка, да? Хотя человек настоящий патриот России. Свой. Народ его любит, обожает. Понимаете? И у нас таких много людей. Вот это бы все поднимать. И даже не надо им помогать. Они все самостоятельные, самодостаточные люди. Такие люди как раз и могли бы спасти Россию. Так нет, просто мы как-то те люди, которые сидят рядом в правительстве, видно, я даже не сам президент, а само окружение порой. Я многих знаю. Я выступал в каких-то местах, и мне приходилось их видеть и даже порой общаться. Я понял, что это люди совершенно, люди власти, им совершенно абсолютно порой. Они настолько оторвались. На другой планете? Многие на другой планете, они не знают, что делать. От своей скуки, от своих типа достижений. Когда им говоришь что-то, ведь тебе это надо, мне часто говорят. Да что ты успокоишься, тебе же хорошо. Вот рассуждения иногда больших политиков. Тебе хорошо, ведь ты что ты паришься? Ты зарабатываешь, ты живешь хорошо. Да спасибо. Но все остальные это плохо живут порой. И сама даже система не в том, что люди естественно выживают, стараются, на Западе тоже не все хорошо живут. Но сама система, она построена по-другому. Если они там воруют, то там воруют ну процентов может 20 в плане денежной планете. А у нас в 300% воруют, в 500% воруют. У нас почему такое количество денег вывозили? Сегодня Путин с этим столкнулся. Ребята, нужно помочь. Сдулись все. Все, потому что только настроены купить за границей, там своих детей обеспечить. А там фиг с ней с этой страной, что там будет? И многие так рассуждают. А нет. И там прикрыли. Не важно кто ты. Тут очень сложный вопрос на самом деле. Русских просто, и ты начинаешь понимать, там запретили, там запретили. Там на Западе допустим санкционные эти все штуки. Я начинаю понимать одно, что они меня тоже начинают бесить. И Запад тот же самый. То есть они в принципе вместо того, чтобы как-то эту ситуацию отрегулировать, они только способствуют. И вот вы говорите ракеты, эти Хаммерсы, там всевозможная всякая поставка оружия, это ужасно. Это ужасно. Здесь победителя может не быть. Что будет с нашей экономикой вообще в условиях санкций? Что будет с нашей культурой? Ну я не знаю на месте, сложно сказать, но я надеюсь. и мне хочется надеяться, что иногда беда должна сплачивать людей. Мы должны сегодня, вот чтобы кто-то там не говорил, что Владимир Владимирович виноват, мы должны сейчас, он виноват или кто там виноват, или окружение виновата. Владимир Владимирович должен тоже пересмотреть какие-то вещи, это мое мнение. Вот тех же таких людей, истинных патриотов он должен просто выпустить из всех этих застенков, в которые они попали. Благодаря судам он, наверное, многое не знает, по большому счету. И вот этих нормальных патриотов, нелиберальных, я тоже против либеральных, которые уехали, которых я когда-то уважал, и мне нравились эти люди, а они сейчас несут такое. Я тоже не огульно причем. Невзоров, что несет? Вот мне больно. Я уважал этого человека. Он дьявол какой-то, вот честно скажу. Он вторит. Я не люблю, когда люди вякают, сидят там и вякают. Вы придерживаетесь позиции, что если человек уехал, он должен молчать? Нет. Я думаю, что он вообще не должен был уезжать. А то, что он, значит, он испугался. Раз уехал, значит, испугался. Кто не испугался, тот не... Даже Алла Борисовна, смотрите, как бы она, она тоже это все естественно не приемлет. Она приехала смело и говорит смело. Она может что-то не понимать, как и я. Мы можем что-то не понимать. Но я пытаюсь все время оправдать любые действия той или иной стороны. Я оправдываю действия наши. Скорее всего, больше даже не оправдываю. Я понимаю, почему это происходит. Потому что мне тоже не нравилось, что там творилось на Украине. Мне это не нравится. Можно было как-то договориться. Никто не мог этого сделать. Значит, я начинаю верить нам, потому что нам подмывали все время этот домик, понимаете, который может рухнуть. Потому что, значит, что-то они делают не так. Нельзя же было так. Потому что там действительно уже идет дело не просто переход на какие-то личности, а переход уже на Рашка, русские. То есть, это уже все обобщили. Понимаете? А это говорит в них ненависть. Еще это подогревается там. И иногда мне хочется, чтобы либо это было мирным путем, обе стороны остановились, либо кто-то должен победить. Может, мне будет сейчас многое говорить, писать всякую грязь там поливать. Я сказал, либо победить. Понимаете, здесь победителя не судят, во-первых, раз. А в-вторых, ну, смерти. Не просто больно за людей, которые, за тех матерей, которые это посылают. посылается. Ну, вашему сыну 14. Ну, что? Пройдет еще немного времени. Вы готовы будете отправить своего ребенка? Нет. Я готов прекратить войну сегодня. Это к Зеленскому. Я могу сказать, Зеленский, остановись. Владимир Владимирович, остановитесь. Оба. Если уж вы президент, если вы представляете страны, великие, большие страны, остановитесь. Оба. Разберетесь позже. Кто захочет жить в какой-то другой, как это говорится у нас, в другой стране, да нет, нет, даже не в стране, в другой ментальности, скажем так, да, формации, вот, наконец-то. В любой формации так и будет. Пожалуйста. Ну, люди хотят жить так, живите. Ну, зачем убивать людей? Я наивно рассуждаю. Ну, вот, Владимир Владимирович, как там Зеленского? Лучше бы он занимался колонадой своей. Начал, Порошенко, кстати, очень нехорошо начал. Он начал обстреливать Донецк. Зачем? Зачем? Ну, не хотели люди? Значит, сядьте, поговорите. Поговорите каким-то образом. Скажите, ребята, мы не хотим так жить. А мы хотим, вот как был у нас Янукович, хотим, чтобы Янукович... Но что-то же и Путин это делал. Почему Минские соглашения не подписали? Почему они не стали их выполнять? Давайте теперь посмотрим тоже в правде в глаза. И они тянули, тянули каждый раз, готовились к тому. Войска не выводили, войска не разоружали, не просто... Понимаете? Этого же не происходило. И в этом вся проблема. Ну, невозможно, когда тебя все время с кулаками готовиться там в деревне тебя побить, ты невольно тоже будешь готовиться к этой драке. А там где драка, понимаете, там тоже есть проблемы определенные сразу. И те люди, которые сегодня не знают, как себя позиционировать либо за этих, либо за белых, либо за красных. Вон сейчас на грузинской... У меня друзья просто грузины. Вот я живу, у меня друзья все грузины, армяне, у меня много... И они говорят, видите, у нас там на границе творится непонятно что. Бежать тоже не надо. Все. Коли такая ситуация. Я считаю, что бежать это плохо. Это моя страна, это моя земля. Но самое правильное это закончить войну сегодня. Пусть это абсурдно звучит и хватит вот этого телевидения. Вот это. Да встаньте все и закончите это. Потому что эта ненависть, которая уже родилась с этой стороны и с этой стороны, она долго будет еще отдаваться каноналией. А если мы будем дальше продолжать, может, кончится плохо. И боженька нам всем не поможет. Кто в рай там, как говорил Путин, кто в ад. И ты, Владимир Владимирович, а вы не могли бы дать совет своим поклонникам, нашей аудитории, вот как нам, гражданам, в этой тяжелой ситуации, в это очень сложное время сохранять холодную голову, где черпать силы, в чем черпать силы, как нам это все пережить? Ну, вот я не всевышний, к сожалению, не могу. У каждого своя такая структура человеческая. И каждый по-своему. Ну, вот вы как? Как вы с этим справляетесь? Ну, я верю лучше. Ну, я справляюсь, что завтра что-то должно произойти лучше. Я все время верил, что произойдет что-то лучше. С детства. Если мне хотелось что-то там, я в хоккей играл, музыкой занимался, я хотел стоять на сцене, я на нее встал. Я мечтал, что когда-то мне повезет, когда-то мне повезет. Глупо, наивно, опять же. Но вот я хочу просто дать совет всем. Займитесь собой в данный момент, займитесь своими семьями, а там, что будет завтра, будем разбираться. Коля до этого довели. Я не знаю, как может потом будет жить дальше. Я не представляю, что это может быть. победим мы или не победим. И так и так, понимаете, мы в тупике. Но лучший выход это мир. Мир. Хотя, я считаю, что... не убавить, не прибавить. Ну, лучший выход это как-то... Потому что я человек этой земли, человек советского строя. Мне бы хотелось, как раньше. Жили все вместе. И чтобы вот эти черви всевозможные не подтачивали это прекрасное яблоко, которое было. Понимаете? Дорогие друзья, это был Виктор Салтыков. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии под видео, делитесь своим мнением. Спасибо вам и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин